В августе этого года уже вводились новые правила обучения в автошколах. С 5 ноября к ним добавились еще несколько пунктов. В частности, теперь иногородним будет проще получить права. Привязка по месту жительства, существовавшая ранее, теперь отменяется. Для сдающих экзамены появились изменения, такие как раньше, если человек каждые 7 дней мог пересдавать экзамен, то теперь на третью и последующей попытке человек должен будет выдержать 30-дневную паузу для подготовки к экзамену. И последующие попытки у него будут каждые 30 дней предоставляться. Подробнее со всеми изменениями, которые вступили в силу, вы можете ознакомиться в том числе на сайте ГИБДД МВД России. Как изменения отразятся на качестве вождения, нового поколения автолюбителей покажет время. Мы же решили поинтересоваться у бывалых водителей, что они думают по этому поводу. Я сомневаюсь, потому что очень много покупных и продажных, поэтому я сомневаюсь, что это изменит. С правильным подходом, я думаю, изменит. А что вы называете правильным подходом? Правильный подход для меня отличный – это культура вождения. Сейчас в культуре же нет вождения. Все без баши топят железку до самого конца, несмотря там, какие дорожные условия. Как вывод, по мнению автолюбителей, проблемы на дорогах возникают не столько от незнания правил дорожного движения, сколько от нежелания им следовать. А кто-то и вовсе предложил вести культуру вождения в автошколах отдельным предметом. Резидас Адрединова, Дмитрий Кузнецов. Время новостей. Резидас Адрединова, Дмитрий Кузнецов.